Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Зуев Сергей, приглашаю вас принять участие на нашем изучении Божьего Слова, которое говорит о библейской экономике. Давайте мы обратимся к Господу, попросим Его, чтобы Он помогал нам постигать и исследовать Писание. Небесный Отец, мы просим Тебя, помашь нас, Господи, дай нам Духа Твоего премудрости и откровения к познанию Тебя и просвети очи нашего сердца. Открой наши духовные глаза, дабы мы увидели все, что Ты для нас приготовил во имя Иисуса Христа. Благословим их друзей, Господь! Пусть Дух Божий будет Учителем и Наставником во имя Иисуса. Аминь. Друзья, давайте мы дальше будем исследовать Писание с вами. И на прошлой передаче, на прошлом уроке мы исследовали местописание Второзаконие, восьмая глава. Поэтому давайте также откройте сейчас это место, возьмите ваши ручки, блокноты, если вы ведете конспекты, и продолжим. Вкратце, если мы повторим, то мы изучили следующий момент, что оказывается, Божьи заповеди, Божье Слово, которые Господь нам дает как инструкции, а как не набор неких запретов, ограничений и так далее, а даны для того, чтобы мы жили. Они даны для жизни, правильной жизни, Божьей жизни. Также для того, чтобы мы умножались, чтобы в каждой области нашей жизни пришло умножение. И третий момент, чтобы мы вошли и завладели нашей землей, нашими обетованиями, тем, что Бог обещал для нас. Для нас как церкви и для нас лично, как для каждого христианина. Теперь, 8 глава, 5 стих. Говорит, знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Замечательно. Представляете, что Бог не просто выступает в роли Творца и Создателя Вселенной. Он говорит очень личные вещи. Он любит нас, как Отец любит своих детей. И поэтому Он учит нас. Просто небольшой пример, почему я об этом говорю сейчас. Если у вас есть дети, подумайте о них сейчас. Подумайте о том, насколько вы желаете их успеха. Я уверен, что ни один нормальный здравомыслящий родитель не желает, чтобы его дети жили в проголодь, жили в нищете, в долгах, в какой-то ужасной ситуации. Мы мечтаем о том, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они выбились в люди, чтобы у них был успех, чтобы они знали Бога лично. И чтобы, знаете как, никогда не нуждались в деньгах. Ну, согласитесь, это же нормально, как для обычных родителей. Иисус говорит, что если вы, земные родители, будучи злые, умеете даяние добрые давать вашим детям, тем более Небесный Отец даст благо просящим у Него. Это Луки 9, 11. И тогда дальше. Каким образом Господь Бог учит нас? Смотрите, 6 стих. Храни заповеди. Хранить заповеди обозначает, чтобы Слово Божье было в нашем сердце, не только в нашей голове. Очень часто мы ошибаемся в том плане, что думаем, я в это верю, но почему-то это слово не работает для меня. Или как некоторые говорят, я верил, верил, но ничего не получил. Ну, знаете, Иисус сказал, если верите, получите. Значит, если мы не получили, мы не верили. Значит, мы ошиблись или перепутали понятие, мы думали, что мы верим, но на самом деле что-то было неправильно. Кто-то сказал, что умственное согласие – это самый опасный заменитель веры в современном христианстве. Мы услышали Слово, прочитали его, услышали через проповедь, и мы с ним согласились. Почему? Мы христиане, мы согласны с Писанием. Никто из серьезных христиан не будет говорить, что я не верю в то, что написано в Библии. Мы считаем, что это истина. Но только потому, что это засело в нашей голове, и мы с этим согласились, это еще не вера, друзья. Вера приходит через откровение, когда в глубине нашего естества, в нашем сердце, вдруг что-то изменяется, и мы уже не здесь, но внутри себя осознаем, это правда. Это, знаете, когда из просто каких-то идей и соображений это становится нашим убеждением, потому что вера есть. Уверенность или убежденность в невидимом. Так вот, пока вот эти истины не стали нашим убеждением, тогда нельзя говорить о вере. Писание говорит здесь – храни заповеди твои, то есть чтобы они были внутри тебя, в твоем сердце. И когда они в нашем сердце, они будут исходить из наших уст, они будут влиять на наше мышление, они будут определять наши поступки. И Господь говорит – храни заповеди, ходи путями Его в страхе Божьем. Фактически, Он говорит – исполняй инструкции и имей правильное отношение пред Господом. Мы должны Его уважать. Мы должны Его ценить, почитать, любить. Страх Господень, друзья, это не религиозный ужас. Это когда мы настолько любим нашего папочку, что мы не хотим его огорчать. Мы знаем, что Он желает для нас самого лучшего, поэтому мы желаем поступать так, как Он говорит. И мы храним себя. Седьмой стих. Потому что Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую. Вот теперь давайте посмотрим. Оказывается, мы не просто с вами ходим в церковь. Мы не просто уверовали и живем некую христианскую жизнь. Раньше мы посещали кинотеатры, рестораны и так далее. Сейчас мы посещаем церковь. Но на самом деле мы обратились к Богу, и мы идем. Это путь. Помните, Иисус сказал, что многие люди идут широким и пространным путем, который ведет в погибель. Он легкий, он свободный, он не против течения. Он как бы согласно с общественным мнением. Синдром толпы. Но у нас другой путь. Он узкий, тернистый, трудный. Он порой не укладывается в человеческую логику. Нам трудно это объяснить. Люди смеются над этим. Они не понимают, критикуют, гонят. Для плоти он узкий. Но это путь жизни. И этим путем мы идем. Господь говорит, я веду вас. Очень интересно, куда Господь ведет. В землю добрую. Однажды я решил посмотреть, что же значит земля добрая в оригинале на иврите. И вот в этом месте звучит примерно таким образом на иврите. Я не специалист. Я просто как бы прочитал транскрипцию. Звучит так. Эрец таубах. Эрец это земля. Таубах это вот некое вот это слово, которое перевели как добрая. Ну, слава Богу, что уже дается понятие, что добрая земля. Потому что это лучше, чем плохая, правда? Это вселяет надежду, что куда Господь нас ведет, там лучше. Но послушайте, как слышали это евреи, что для них это было слово. Когда Господь говорит, я веду вас в эту землю. Слушайте, эрец таубах значит превосходная земля, процветание, здоровье, счастье, изобилие. Совсем другое дело. Вы представляете, Господь говорит, дети мои, слушайтесь меня, потому что я вас веду. Я веду вас не что-то тяжелое, сложное, ужасное. Я веду вас не месту катастрофы, нищеты и болезней. Я веду вас в прекрасную, превосходную землю, процветание, здоровье, счастье и изобилие. Я думаю, когда мы вот это понимаем, какой Бог и что Он для нас желает, тогда нам не нужно бояться исполнять Его волю. Есть вот это религиозное представление о том, что исполнить Божьи планы, исполнить Божью волю могут только очень такие сильные духовные люди. Это удел апостолов и пастырей-служителей. Мы обычные средние христиане. Для нас это не является предметом основным, потому что у нас есть работа, семья, мы должны работать, зарабатывать деньги. Друзья мои, волю Божью должны исполнять все. Но воля Божья – это не что-то ужасное. Это самое замечательное из миллионов вариантов нашей жизни. Она не самая легкая, потому что мы имеем трудности, преследования, гонения и все остальное. Потому что мы живем в мире, который лежит возле, но тем не менее это самое прекрасное. Итак, я не буду читать дальше все стихи. Если у вас есть желание, самостоятельно изучите эту главу и посмотрите, что Господь говорит там, что за состояние, что за обстоятельства будут на этом пути. Итак, я перейду сразу к 12 стиху. Второзаконие 8, 12. «Когда будешь есть и насыщаться», то есть это показывает о том, что мы перешли с уровня недостатка на уровень полного обеспечения, то есть у нас нет нужд, у нас нет недостатка. Мы способны полностью все оплатить, обеспечить. Мы хорошо одеты, мы хорошо кушаем, тут в этом отношении все нормально. И Господь говорит о следующем. Слушайте внимательно, я думаю, актуально для каждого из нас. «И построишь хорошие дома, и будешь жить в них». Я уверен, что большая часть христиан нуждается в хороших домах. Возможно, вы сейчас испытываете какие-то трудности с жильем. Может быть, вы хотели квартиру побольше. Возможно, вы мечтаете о домике за городом, где было бы комфортно жить и вам, и вашим детям. Но приходит следующая мысль. С моей зарплатой, с моей работой это абсолютно невозможно. Встает вот такой великан на нашем пути, не пропускает нас в нашу землю и говорит, «Ты не сможешь, у тебя не получится, у тебя нет денег, ресурсов, связи, возможностей, поэтому успокойся и живи в своей хрущевке». Писание говорит нам, это Божье обетование. Бог сказал, друзья, еще раз, это Бог сказал, что следуя за Ним, следуя Его дорогой, мы построим хорошие дома и будем жить в них. И это сейчас не просто, знаете, такие лозунги, девизы. То, что я вам говорю, я пережил на собственной жизни. Я уже более 15 лет проповедую о библейской экономике, о Божьем взгляде на деньги. Я лично получил слово и помазание от Джона Аванзини. У меня была с ним личная встреча. И я видел так много изменений и чудес в своей жизни, в жизни других людей. Так вот, дорогие мои, на данный момент, послушайте меня сейчас, у меня у самого лично есть несколько хороших домов, в которых мы живем. У нас есть дом в Кисловодске, у нас есть дом в Москве, у нас есть дом в Ноябрьске, у нас есть квартира в Сочи. Поэтому то, что я пережил, я хочу поделиться собственным опытом, друзья. Это не пришло в результате каких-то моих сделок по бизнесу. У меня нет бизнеса. Мой бизнес, моя работа – это служение. Я являюсь пастором, я также являюсь учителем по разным библейским темам. Поэтому я служу тем даром, который я получил. И я вижу, что, занимаясь своим делом на этой планете, ради которой Бог меня поместил, я вижу Божье обеспечение. Господь ведет, и Он подтверждает свое слово. Поэтому у меня есть некая уверенность, что это слово истина, и оно работает. Оно сработало для меня, оно сработает для вас. Вот давайте мы прямо сейчас помолимся и согласимся с вами, дорогие друзья. Вот те из вас, которые мечтали, думали, планировали, но, может быть, остановились или разочаровались по различным обстоятельствам, я хочу прямо сейчас с вами согласиться в молитве. Ведь Писание так говорит, что если двое из вас согласятся просить о чем бы то ни было на этой земле, то что бы они ни попросили, будет им от Небесного Отца. Итак, соглашаемся, молимся на основании вот этого местописания. Отец, мой Небесный Отец, я молюсь вместе с моими друзьями сейчас, с моими братьями и сестрами, которых ты знаешь. И ты не просто знаешь их нужду, ты не просто знаешь их обстоятельства и ситуацию. Ты абсолютно знаешь, как ее решить, как восполнить эти нужды, как они смогут построить хорошие дома и жить в них. Господь, мы встаем сейчас на это обетование, мы Его принимаем, мы верим в Него и соглашаемся просить о том, что мои друзья, мои братья и сестры получат свое вознаграждение, свое обетование, свою землю изобилия, и они будут жить в хороших домах во имя Иисуса Христа. Аминь. Скажите аминь вместе со мной, потому что так будет, друзья. И просто верьте Господу. Ну и, возможно, пригласите на Новоселье. Пойдем дальше. 13 стих. Второзакония, 8 глава, 13 стих. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота. На тот момент это было единственное средство ведения бизнеса, это были своего рода активы, как сейчас люди имеют доходы от каких-то предприятий, фабрик, заводов, инвестиций, что бы то ни было. Поэтому вот этот скот крупный и мелкий представляет собой некие активы, генерирующие доход. Далее. И будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Господь показывает здесь, смотрите, что Он ведет нас в такое состояние. То есть начинается с простого. У нас появляется что покушать. Мы уже теперь не думаем, что поесть. На самом деле, возможно, кто-то думает, что это не такая большая проблема в современном обществе. Дорогие мои, миллиард человек живет на грани голодной смерти. Они недоедают. 18 миллионов человек ежегодно умирают от голода. Из них более 6 миллионов – дети. Поэтому даже одно обетование о том, что у нас есть что покушать, это уже замечательно. Но Господь говорит, что это просто самый первый уровень. Потом идет уровень восполнения всех недостатков. Что когда мы имеем изобилие, все наши нужды восполнены. Следующий уровень, Господь говорит, вы будете жить в хороших домах. Вы их купите, построите, что-то там сделаете, у вас это будет. И далее Он говорит, когда будет у тебя много. Обратите внимание сейчас. Не если у тебя будет много, а когда. То есть, иными словами, это не вопрос такой, будет или не будет. Потому что, как правило, в этот момент мы думаем, ну, у кого-то будет, а вот у меня точно не будет. Бог любит всех. Вот насчет меня я сомневаюсь. Бог всем помогает. Вот не знаю, как насчет меня. Дорогие мои, здесь сказано о том, что у каждого Божьего человека, у каждого, кто в завете с Богом, если он следует за Господом, если он не остановился, не отступил, не ушел от Бога, если он просто день за днем ходит с Богом, исполняет Его Слово, Его Слово внутри, и оно проявляется в том, что человек поступает согласно Слово, он обязательно окажется вот в таком состоянии. Поэтому Господь не сказал, и если у тебя будет много. Он сказал, когда у тебя будет всего много. Много активов, много серебра и золота, и всего у тебя будет много. В этот момент Господь говорит о сердце. Помните, мы с вами уже говорили о том, что деньги, они не портят человека, но деньги они просто умножают. Поэтому то, что Господь дальше говорит, смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из рабства. Фактически это те вещи, которые внутри нас поднимаются, и мы начинаем думать, ну посмотри, какой я замечательный. Ну-ка посмотри, как на самом деле у меня все складывается, все так здорово, я умею, я способный, деньги так и липнут ко мне. Писание говорит здесь, чтобы человек не был обманут гордостью, чтобы он четко понимал, это Господь вывел меня. Я был никем, у меня ничего не получалось. Но Господь вывел меня из рабства, и таким образом у меня теперь всего много. И далее, 17 стих, посмотрите. Чтобы ты не сказал, в сердце твоем моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство. Так много людей, которые верят в то, что они спасены по благодати, но они дальше думают, да, Господь меня спас, но теперь-то я должен просто вот этими руками трудиться. И если это я зарабатываю, это моя крепость, моя способность, мое образование, приобрели мне это богатство, почему я должен с ним делиться? Почему я должен кому-то что-то отдавать? Почему я должен давать десятины, пожертвования там и так далее? Это же я все заработал. Друзья, это очень опасно. Таким образом, мы говорим, что Бог тут ни при чем. Помните богатого юношу, который был очень вроде внешне хорошим человеком, все заповеди исполнял, все так у него замечательно, вроде было с детства в церкви. И Иисус ему говорит буквально одно. Он говорит, несмотря на то, что ты внешне очень такой благочестивый, но внутри живет тебе большая проблема. Тебе не достает. Знаете, у этого человека не было любви к Богу. Он считал, что это богатство он заработал сам. И как только ему Иисус говорит, иди, продай, что ты имеешь. Если ты хочешь иметь на самом деле настоящую, Божью жизнь, вечную жизнь, тогда вот самая вот эта проблема, о которой никто не догадывается внешне, но она мешает тебе получить спасение, последовать за Господом. Это мамонна, это сребролюбие, это упование на себя и на свое богатство. Иисус говорит, продай и раздай, и ты тогда последуешь за мной. И знаете, когда Он взвесил на весах слово от Бога и свое богатство, зачем Он последовал? Вы все прекрасно помните, что Он отверг Божье Слово, и Он предпочел богатство Богу. Это была Его проблема. Возможно, Он в тот момент подумал, да вообще на каком основании Бог мне говорит отдать, это я работал, я трудился, я заработал, я скопил. Почему я это должен сделать? Мы должны помнить, что не наша способность, не наше образование, не наши таланты, друзья, сделали это богатство. Но, прочитаем 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего». Чтобы помнил Господа обозначает, что мы несем ответственность перед Господом. Что однажды мы дадим отчет. Вы все помните притчу о талантах. Что господин, который ушел в далекую страну, потом вернулся и призвал слуг, и потребовал у них отчет. И таланты – это мировеса серебра. И поэтому слуги отчитывались за то, как и каким образом они направляли эти деньги. И я верю, что однажды мы также предстанем перед Господом и дадим Ему отчет, что мы делали с теми деньгами, с теми ресурсами, которые попали в наши руки. Теперь, Господь говорит, «Чтобы ты помнил Господа Бога твоего». Потому что мы перед Ним несем ответственность. Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Бог дает силу. Здесь не сказано, что Бог просто дает богатство. Оно не сыпется просто с неба. Мы не просыпаемся, и вдруг стоит чемодан с деньгами. Бог дает силу. То есть приходит помазание, приходит эта сила благословения, которая дает нам понимание, мудрость, откровение, изобретение, какие-то правильные идеи. И тогда у нас появляется сверхъестественная способность приобретать богатство. Мы начинаем что-то делать, оно имеет успех. Мы начинаем с чего-то малого, и вдруг оно нарастает и умножается. И весь мир идет в одном направлении, потому что считает это очень выгодным, правильным, сулящим прибыль. Вы помните, что было до 2008 года? Как много людей они вкладывали в акции, вкладывали в недвижимость, это все так росло. Но не так много людей было, которые искали Бога в этот момент, и которые спрашивали, Господь, а что Ты мне скажешь? Куда мне идти? Что мне делать? Куда вкладывать? Чем заниматься? И вот эти люди, которые шли против течения, но по Слову Божьему, знаете, во время самых ужасных времен, кризиса и так далее, они процветали, они имели успех, они переживали сказочное изобилие. Вам в это трудно поверить, и я лично знаю таких людей, поэтому я говорю это. Итак, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу, силу приобретать богатство. Так похоже, как однажды Иисус, перед тем, как Он был вознесен, это Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, Он говорит Своим ученикам, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями». О какой силе вообще может идти речь? О чем Иисус говорит? И мы понимаем, то, на что Он был помазан, Его сила, Его помазание было передано нам. Что Он делал? Он проповедовал Евангелие, Он изгонял бесов, Он исселял больных, но также Он сверхъестественно мог накормить тысячи людей, и Он постоянно раздавал нищим. Кто-то думает, что Иисус был бедным, ученики были бедными, это абсолютная ересь, это не соответствует Писанию. Потому что где бы ни был Иисус, голодные накормлены, нищие всегда получали какие-то деньги, какую-то милостыню, поэтому Иисус не был нищий, но на Нем было помазание. Конечно, мы не говорим о том богатстве современных богатеев, это мясковь взгляд, но то, что Его нужды были восполнены, и Он с великим изобилием благословлял других людей, вот это точно. Я думаю, что к этому также мы должны стремиться, друзья. Теперь, эта сила, она не естественная сила. Чтобы исцелить больного человека, я имею в виду под помазанием, нам не потребовалось медицинское образование. Возможно, кто-то из вас имел такой опыт? Кто-то болел, вы подошли, возложили руки во имя Господа Иисуса Христа, человек исцелился. Но это не потому, что у вас высшее медицинское образование. Просто потому, что вы поверили в Божье Слово. Просто потому, что вы увидели, вот так написано, и Господь повелел исцелять больных, изгонять бесов. Это действие Божьей силы, сверхъестественной. И мы сейчас говорим точно так же, о такой же божественной силе. Силе приобретать богатство. Чтобы Бог дал ресурсы в наши руки. Для какой цели? Смотрим дальше. Чтобы исполнить завет свой. Бог собирается на этой планете совершить великие вещи. У Него есть потрясающий план и задача, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог желает, чтобы Евангелие было проповедано по всему лицу земли. Это стоит огромных денег сейчас. Но Бог собирается это сделать. Но есть один момент. Без нас Он это сделать не может. Мы Его тело на этой планете. И все, что Он делает, Он делает через Своих людей. Поэтому если мы бедные, тогда Бог ограничен. Если мы больные, Бог ограничен. Бог не может что-то сделать, потому что мы ограничиваем Его. У нас нет ресурсов. У нас нет возможности. Так вот, Господь поэтому дает нам силу приобретать богатство. Дает нам деньги, ресурсы и инструменты для того, чтобы мы могли таким образом действовать и исполнять Его завет. Я просто могу привести такой пример. Представьте себе завод, на котором работают люди различных специальностей. Там есть директор, менеджеры, экономисты. Там есть какого-то рода трудящиеся, там слесари, токари, рабочие и так далее. Но все они, делая свое дело, тем не менее, работают на конечный результат. К примеру, они выпускают автомобили, холодильники, что бы то ни было. Они вроде разные дела делают, но нацелены на одно. Вот точно так же мы с вами все разные. У нас разные дары, разные мысли, разные... Мы просто разные. Разное образование, разная культура. Но есть общее. Это единая цель, ради которой мы живем на этой планете. Эта цель не просто выжить, эта цель не просто дожить до пенсии, сделать карьеру, построить домик и, знаете, счастливо там дожить свою старость. Не это наша цель. Писание говорит, что мы вообще, будучи гражданами неба, здесь на этой земле странники и пришельцы. Поэтому я лично верю, что у нас две главных задачи. Номер один, я имею в виду в этой короткой жизни, которая буквально несколько десятилетий, 70, 80, 90, 100 лет. Это мгновение с позиции вечности, пар, который является на малое время. Но нам важно, чтобы в течение этого времени, в этой нашей физической жизни, на этой планете, мы определились, где мы будем проводить вечность. Это первый момент. Мы определились с вами, мы обратились ко Христу, и мы знаем, где мы будем проводить вечность. Поэтому следующий момент. мы должны оставить свой след на этой земле. Мы должны что-то сделать, исполнить наше предназначение, потому что мы не сами пришли на эту землю. Бог создал нас. И каждого из нас Он сделал уникальным. Каждый из нас наделен определенными дарами, талантами, мудростью. Мы Его тело, мы Его сосуд, через который Он собирается что-то сделать. Вы знаете, так ужасно, когда много христиан, имея такое потрясающее призвание, они живут, выживая, и что-то делают только из-за денег. Они не знают о своих дарах. Они занимаются чем угодно. Они мучаются, потому что им не нравится работа. Она их не удовлетворяет. Она их мучает на самом деле. Но они работают, потому что они вынуждены. Им нужно зарабатывать деньги. Но я верю, друзья, что вместо нашего максимального благословления, это когда мы идем в соответствии с нашим призванием. Высвобождаем дары и таланты, которые Бог в нас поместил. Делаем то, что Бог ожидает от нас. И тогда Его благословение, Его помазание, Его сила будет безмерно действовать и течь. Потому что Он сказал, мы с Ним в Завете. И на основании Завета. Он говорит, я даю вам силу приобретать богатство, чтобы был исполнен Завет. Давайте мы сейчас помолимся с вами. Просто поднимите свои руки и скажите, благодарю тебя, Господь, за то, что ты дал мне силу приобретать богатство, чтобы этот Завет был исполнен, чтобы я был благословен тобою, чтобы люди вокруг меня были благословлены, чтобы я мог быть для них благословением, чтобы эта сила просекала не только лично в мою жизнь, но также в жизнь других людей. И дальше, чтобы она текла в народы. Это как было с Авраамом, друзья. Поэтому пусть Господь благословит вас. Пусть придет мудрость Божия, пусть придет ясное понимание. Да будут разрушены все твердыни, мамоны, нищеты, сребролюбие, недостатка. И пусть Божья истина восторжествует. Бог ведет нас в землю добрую, в землю изобилия, процветания, радости и счастья. Он ведет нас, и Он дает нам силу приобретать богатство. Да благословит вас Господь, друзья. Увидимся на следующей передаче. С Богом!